Доброе утро! Главы из Евангелия от Марка, которые мы сейчас читаем, относятся сюжетно к событиям Великого Вторника за несколько дней до распятия. Это обличение и получение пророчества и притчи Иисуса Христа. Итак, и посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его слове. Они же предотвратят его. Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит ему, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. И Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. И дивились. Во-первых, лицемерие его оппонентов. Это не искренняя полемика. Это не искренний спор, в котором может принять участие человек, сомневающийся или думающий не так, как утверждает тот, с кем он спорит. Это лицемерие. Цель оппонентов Иисуса Христа – не выяснить истину, а спровоцировать его. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – это тот ответ, который он дает. Его пытаются уловить. И это уловка не только каверзная и опасная для его жизни, но это, вообще говоря, уловка, на которую человечество всегда попадается. Это смешение земного пути и пути небесного. Как отделить это? Как, с одной стороны, и с другой стороны, как это сочетать? Потому что живем мы на земле. Бог и мир. Так называлась книга историка богословия Льва Зандера о богословии отца Сергия Булгакова. И название это выходит за рамки этой темы. Бог и мир – это то, в чем живет верующий человек. И вот это и соединяющее Бога с миром, и отделяющее его, потому что Бог – это не есть мир, а мир не есть Бог, это не пантеизм. Вот это самое существенное. И в том числе, и в отношениях человека с властью. Какое место занимает власть, государство, подать, налог? Христос отвечает просто и ясно. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Бог. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря. Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брата своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женой. Иисус сказал ему в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда они будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Опять-таки, обратите внимание, вопрос этот уже не, скажем, общественно-политический, как в предыдущем фрагменте текста, а богословский, философский, религиозно-философский. Задают ему те о воскресении, кто в воскресении не верит. И так же, как предыдущие оппоненты пытались поймать в некую общественно-политическую сеть, в которой пророка, учителя можно было поймать одним способом. Здесь предлагается некое хитроумное сплетение словес теми, кто на самом деле в воскресении не верит, и им совершенно на самом деле безразлично, что ответит Иисус. Им надо его поймать на несоответствии его учения, во-первых, тому, о чем говорил Моисей, и, во-вторых, доказать его богословскую слабость. И опять вот это плетение, это попытка залучить в некую ситуацию, из которой нет философского выхода, Христос разбивает ее ответом на вопрос, который для них, повторяю, смысла не имеет. Он нам говорит, как будет при воскресении, при том воскресении, в которое он верит, и которое он проповедует тем, кто уже верит или вот-вот поверит. Это другая жизнь. То, что наступит после воскресения, это то, что наступит после этой книги, после Ветхого Завета и после Нового Завета, и после Апокалипсиса. Это прилагать к этому те же мерки так же бессмысленно и бессодержательно, как прилагать наши земные мерки к тому, что происходило между Адамом и Евой до грехопадения. Это иная жизнь. Это иная книга. Книга еще не написанная. Книга, к которой мы готовимся, живя, осознавая и воспринимая мир через призму Священного Писания, через призму Библии. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил ему, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь Единый, и возлюби Господу Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоей, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедность. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше всех заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истинно сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме его. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал духом святым, сказал Господь, Господу моему, сиди, объясну и меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих». И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его сослаждения. Начнем с конца. Вот множество народа слушало с усложжением. Это говорит о том, что народ на самом деле уже подготовлен к восприятию довольно сложного богословия, основанного на знании и учении священного писания. Малое время пройдет, и апостол Павел, путешествуя по Афинам, обратит внимание, как народ с каким интересом ищет Бога, прислушивается, любопытствует о Боге, вопрошает о Боге. То знание, которое у него было, его уже не устраивает, но он тем не менее жаждет этого знания. Это одно обстоятельство. А второе, вот этот книжник, который недалеко от Царства Божия. И те десять заповедей, которые мы в ближайшее время узнаем из чтения Ветхого Завета, Христос укладывает две заповеди. Возлюби Господу Бога твоего, но всею крепостью, всем сердцем и разумением. И возлюби ближнего твоего, как самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok